процесс подготовки к съемке не менее важен чем сама съемка первое с чем нужно определиться эта тематика или вид съемки будет ли это семейная съемка или love story детский день рождения или свадьба необходимо понять что хочет увидеть клиент в итоге художественную фотографию репортаж или смешанную съемку очень важен выбор локации вы должны знать самые лучшие места в вашем городе для съемки это могут быть парке лес смотровая площадка набережная и другие места кроме того вам нужно знать студии вашем городе их возможности и стоимость аренды если вам сложно разобраться в этом откройте профили нескольких известных фотографов из вашего города и посмотрите где они фотографируют можете записать для себя места съемок или даже сохранить фотографии которые вам больше всего понравились чтобы вы могли повторить при выборе локации также стоит уделить внимание фону заранее продумайте композиции старайтесь больше работать с перспекцией размытый фон никогда не выйдет из моды выбор одежды и аксессуаров это задача не только клиента если вы понимаете что съемка для портфолио то вам необходимо принять в этом участие и выбрать наиболее гармонирующую одежду для клиентов причем вариантов одежды может быть несколько на одной фотосессии аксессуары также очень важны например если вы проводите детскую фотосессию на улице можно использовать мыльные пузыри воздушные шары или мягкие игрушки если вы проводите осеннюю фотосессию молодой пары то можно использовать цветы зонтик чашки с горячим кофе опавшие листья в общем фантазируйте как нужно вести себя с клиентом несмотря ни на что общайтесь всегда доброжелательно и уверенно вы всегда должны знать что делать дальше даже если что-то пошло не так чаще хвалите клиентов это поможет создать еще более дружественную обстановку и съемка пойдет гораздо проще постарайтесь оставить о себе только позитивные впечатления создав такое позитивное впечатление высока вероятность того что эти клиенты обратятся к вам снова даже если фотосессия будет не самое лучшее также вы можете предложить небольшую скидку на следующую фотосессию старайтесь удержать своего клиента но делайте это не навязчиво что делать если чувствуете провал сохраняйте спокойствие и доброжелательность до конца скажите что хотите поработать с ними еще за свой счет так как не воплотили все свои идеи если же после сдачи материала клиенты остались недовольны согласитесь с ними но не акцентируйте на это внимание и предложите провести бесплатную фотосессию это оставит о вас положительное впечатление если фотосессия понравилась клиентам попросите их оставить отзыв и вообще старайтесь чтобы позитивные отзывы были от всех ваших клиентов